Солнечная система — это планетная система, состоящая из Солнца в ее центре и тел, вращающихся вокруг него. Система состоит из восьми, ранее девять, планет, около 170 известных планетных спутников, бесчисленного количества астероидов, комет и других ледяных тел и огромные просторы разреженного газа и пыли, которая известна как межпланетная среда. Солнце, Луна и самые яркие планеты были видны невооруженным глазом древних астрономов. Их наблюдение и расчеты движения этих тел дали начало науке астрономии. Сегодня объем информации о движении, свойствах и составе планет, более мелких тел возрос до огромных размеров. Спектр наблюдательных приборов расширился далеко за пределы Солнечной системы до других галактик и края известной Вселенной. Однако Солнечная система и ее внешние границы все еще представляют собой предел нашей физической досягаемости и она остается ядром нашего теоретического понимания космоса. Запущенные с Земли космические зонды и посадочные аппараты собрали данные о планетах, спутниках, астероидах и других телах. Эти данные были добавлены к измерениям, собранным телескопами и другими приборами, а также пробам, полученным из метеоритов, лунных пород, которые были в распоряжении ученых. Вся эта информация тщательно изучается в попытках понять в деталях происхождение и эволюцию Солнечной системы. Состав Солнечной системы. Расположенная в центре Солнечной системы и влияющая на движение всех остальных тел посредством своей гравитационной силы, Солнце само по себе содержит более 99% массы системы. Планеты в порядке их удаленности от Солнца, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре планеты от Юпитера до Нептуна, имеют кольцевые системы. Все планеты, кроме Меркурия и Венеры, имеют один или несколько спутников. Плутон официально он числился среди планет с тех пор, как был обнаружен в 1930 году на орбите за Нептуном. В 1992 году ледяной объект был обнаружен еще дальше от Солнца, чем Плутон. За этим последовало много других подобных открытий, в том числе объект под названием Эрида. Эта карликовая планета была, по меньшей мере, такой же большой, как Плутон. Стало очевидно, что Плутон был просто одним из самых крупных членов этой новой группы объектов, известной как Поиск Койпера. Соответственно, в августе 2006 года Международный астрономический союз МАС проголосовало за отмену планетарного статуса Плутона и отнесение его к новой классификации под названием Карликовая планета. Любой естественный объект Солнечной системы, кроме Солнца, планеты, Карликовой планеты или Луны, называется малым телом. К ним относятся астероиды, метеороиды и кометы. Большинство из нескольких сотен тысяч астероидов или малых планет, вращаются между Марсом и Юпитером в почти плоском кольце. Это место называется поясом астероидов. Осколки астероидов и других мелких частиц твердого вещества, размером менее нескольких десятков метров в поперечнике, часто называют метеороидами, чтобы отличить их от более крупных астероидных тел. Несколько миллиардов комет Солнечной системы находятся в основном в двух областях системы. Более удаленное место, называемое облако Муарта, представляет собой сферическую оболочку, окружающую Солнечную систему на расстоянии приблизительно 50 000 е, а это более чем в тысячи раз превышает расстояние до орбиты Плутона. Другая область, пояс Койпера, представляет собой толстую дискообразную зону, основная концентрация которой простирается на 30 50 е, от Солнца за орбитой Нептуна, но включает в себя часть орбиты Плутона. 1а, е, это расстояние от Земли до Солнца, равное около 150 миллионов километров. Орбиты космических тел. Все планеты, скалистые астероиды и ледяные тела в поясе Койпера движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам в том же направлении, что и Солнце. Это движение называется прогрессирующим или прямым движением. Наблюдатель, смотрящий за системой с высоты, расположенной над северным полюсом Земли, обнаружил бы, что все эти орбитальные движения направлены против часовой стрелки. В отличие от этого, ядра комет в облаке Орта находятся на орбитах, имеющих случайные направления, соответствующие их сферическому распределению вокруг плоскости планет. Форма орбиты объекта определяется в терминах его эксцентриситета. Для идеально круглой орбиты эксцентриситет равен 0. С увеличением удлинения формы орбиты эксцентриситет увеличивается до значения 1. Из восьми планет Венеры и Нептун имеют наиболее круговые орбиты вокруг Солнца с эксцентриситетами 0.7 и 0.9 соответственно. Меркурий имеет наибольший эксцентриситет равный 0.21, а карликовая планета Плутон имеет 0.25 и еще более эксцентрично. Еще одним определяющим признаком орбиты объекта вокруг Солнца является ее наклон, то есть угол, который она образует с плоскостью земной орбиты и эклиптикой. Опять же из всех планет наибольший наклон имеет Меркурий, его орбита лежит под углом 7 градусов по Кельвину и клиптике, орбита Плутона, по сравнению с ним, имеет гораздо более крутой наклон 17,1 градуса. Орбиты малых тел обычно имеют как более высокие эксцентриситы, так и более высокие наклоны, чем орбиты планет. Некоторые кометы из облака Орта имеют наклон более 90 градусов, а это говорит о том, что их движение вокруг Солнца, противоположно вращению Солнца или ретроградно. Планеты и спутники Солнечной системы. 8 планет можно разделить на две различные категории на основе их плотности, массы на единицу объема. 4 внутренние или земные планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они имеют каменистый состав и плотность более 3 граммов на кубический сантиметр. Плотность воды составляет 1 грамм на кубический сантиметр. 4 внешние планеты, газовые гиганты, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун представляют собой крупные объекты с плотностью менее 2 граммов на кубический сантиметр. Они состоят главным образом из водорода и гелия, Юпитер и Сатурн, или изо льда, камня, водорода и гелия, Уран и Нептун. Карликовая планета Плутон уникальная, это ледяное тело низкой плотности, меньшее, чем наша Луна. Плутон больше похож на кометы или на большие ледяные спутники внешних планет, чем на саму планету. Его нахождение в составе пояса Койпера объясняет эти аномалии. Относительно небольшие внутренние планеты имеют твердую поверхность, не имеют кольцевых систем и имеют мало или вообще не имеют спутников. Атмосферы Венеры, Земли и Марса состоят из значительного процента окисленных соединений, таких как углекислый газ. Среди внутренних планет только Земля обладает сильным магнитным полем, которое защищает ее от враждебной среды. Четыре гигантские внешние планеты намного массивнее планет земной группы и имеют огромную атмосферу, состоящую в основном из водорода и гелия. Однако, у них нет твердой поверхности, а их плотность настолько мала, что один из них Сатурн действительно плавал бы в воде. Каждая из внешних планет имеет магнитное поле, кольцевую систему и множество известных спутников. У Плутона нет известных колец и только пять известных Лун. Несколько других объектов пояса Койпера и некоторые астероиды также имеют свои собственные спутники. Большинство известных спутников движутся вокруг своих планет в том же направлении, что и планеты вокруг Солнца. Они весьма разнообразны, представляя широкий диапазон окружающих сред. Спутник и вращается вокруг Юпитера и имеет интенсивный вулканизм на своей поверхности. Самый большой спутник Сатурна, Титан по размеру больше, чем планета Меркурий. Тритон движется по ретроградной орбите вокруг Нептуна, то есть в противоположном направлении от орбиты планеты вокруг Солнца. Температура на поверхности спутника составляет всего минус 236 градусов.